ТОП-3 гениальных манипуляторов птицы Наш ТОП-3 открывают птицы, попугаи, канарейки и другие прирученные пернатые. Если вы думаете, что эти питомцы не общительны и не ориентированы на человека, вы плохо их знаете. На практике каждому уважающему себя попугаю известно, как завлечь хозяина в игру, отнять у него аппетитное лакомство или выпросить прогулку по квартире. И для этого у него очень много разных приемов. Птица может потягиваться на одной лапке и внимательно смотреть на вас, слегка наклоняя голову и вызывая бурный поток умиления. А может перейти в агрессивную атаку, настойчиво обступать вас, завидя в руке любимое угощение, или выхватить его прямо на лету. Вот тебе и беззащитная птичка. Собаки второе место в ТОП-е отдаем собакам. История гласит, что собаки – лучшие друзья человека. Однако это не мешает им искусно нами манипулировать. Собаки прекрасно воздействуют на визуальные реакции, чувствуют наши слабые места и умеют подражать нашему поведению. Ваша собака может быть безупречно послушна с вами и вести себя совершенно неприлично с другими членами вашей семьи. Прием, проверенный годами, улучшить момент, когда хозяина нет рядом, выбрать из окружающих, слабое звено, положить ему голову на колено во время ужина и посмотреть так жалобно, как только возможно. Угощение прилетит обязательно. Вот и утверждайте потом, что ваш воспитанный пёс никогда не выпрашивает еду. Гарвардские ученые, а вместе с ними и ученые Венского университета психологии убеждены, что собаки умышленно подражают человеческой мимике и жестам. Даже если ваш четвероногий друг с полуслова выполняет команды, не будьте уверены, что это вы хозяин ситуации. Кошки и, конечно же, на первом месте кошки. Эти симпатичные злодеи поставили на колени весь Древний Египет. А если задуматься, мы поклоняемся котикам и сегодня. Власть кошек над нами безгранична. Мы часто ищем их внимание, умиляемся бархатному мурлыканью, восхищаемся кошачьей грацией и становимся совсем неадекватными, когда застаем наших любимцев спящими в забавных позах. Ученые из Венского университета убеждены, что кошки умышленно налаживают с хозяевами тесную эмоциональную связь и используют для этого разные тактики. Они могут вести себя как дети, слегка намекать, нескромно требовать и, конечно, капризничать. К тому же коварные питомцы никогда просто так не ластятся. Будьте уверены, если кошка нежно тычется вам в руку, и от вас что-то нужно. Но гении манипуляций не были бы самими собой без секретного оружия. У кошек это «звуки». Исследования, проведенные в Корнельском университете, показали, что диапазон звуков для общения с человеком у кошек значительно шире, чем для общения с сородичами. Эти манипуляторы издают звуки определенной тональности, которые безошибочно интерпретируются именно нашим ухом. Уж кто-кто, а кошки знают, как показать нам свой интерес или, напротив, нежелание с нами общаться. Пока мы умилялись кошачьим лапкам, кошки изучили нас вдоль и поперек и выработали особый язык, который безошибочно на нас воздействует. Даже если человек никогда не имел дел с кошками, тональность кошачьего «мяу» воздействует на него так же, как и на опытного «котовода». Группа ученых под руководством Карен Маккомб, утверждает, что для жалобного мяукания кошки выбирают диапазон, схожий с плачем ребенка. А все для того, чтобы мы бросили свои дела и устремились к ним на помощь. Или принесли игрушку, или аппетитную колбаску, или сменили наполнитель в лотке. Словом, исполнили любое желание. Размышлять о способах манипуляции можно бесконечно. Однако вот он факт, наши любимцы знают, как нами управлять. Для этого у них достаточное очарование, и хитрости, и детской непосредственности, согласитесь, тот еще комплект. Закрывающая круглая скобка точка. Ну как тут устоять? Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.